Всем привет! Меня зовут Ава, имя Элиса, и сегодня я расскажу вам, как быстро убрать лишний жирок стали из живота. Обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем! Сегодня я поделюсь с вами некоторыми секретами, чтобы быстро убрать живот и бока. И первый секрет это много воды. Не просто много воды, а 8 стаканов воды в день. Если вы хотите убрать живот за неделю, то не садитесь на жесткие диеты, лучше всего пересмотрите свое питание. Исключите все жирные, калорийные и вредные продукты своего рациона, по крайней мере, пока вы сидите на этом новом подходе в питании. Как я и говорила ранее, очень важно выпивать минимум 8 стаканов воды в день. И первый стакан, который вы будете выпивать, должен появляться в вашей жизни сразу после вашего пробуждения. Вы встаете и выпиваете этот чудесный стакан воды. И только через полчаса можете приступать к завтраку. Вообще, в идеале питаться 3 или 5 раз в день. Но что же выбрать? 3 раза или 5 раз в день? Смотрите, если вы питаетесь 3 раза в день, то вы питаетесь более-менее до состояния сытости. То бишь, полноценный завтрак, обед и ужин. Но, если вы питаетесь 5 раз в день, вы питаетесь и встаете из-за стола, так сказать, с легким чувством голода. То есть, вы не наедаетесь. Но при этом, вот у этого способа, что 5 раз в день питания есть, очень большое преимущество. Это разгоняет вам метаболизм. И я считаю, что в таком подходе это лучший выбор, чем нежели 3 полноценных приема пищи. Я надеюсь, вы понимаете, что 3 полноценных приема пищи означает, что вы едите не конфетки, бараночки, а все-таки хорошую, здоровую, нормальную еду. Пейте воду с добавлением лимона и имбиря. Потому что пить одну простую воду, это, конечно, занятие очень-таки не для слабонервных, особенно если вы не привыкли пить много воды. В кипяченую воду закидывайте 3 дольки имбиря и немного лимона. И так на 30 минут оставляйте. Потом перед едой пьете и через 30 минут идете кушать. Добавляйте в свой рацион острый каенский перец, чеснок и имбирь. Эти специи обладают способностью подавлять аппетит и разгонять метаболизм. Так, например, после съеденного блюда с перцем, ну, кушать вам совсем не захочется, причем еще долгое время. А к тому же это будет провоцировать у вас жажду, потому что после приема этих продуктов хочется пить, хочется запивать. А нам это всегда только на руку в данной ситуации. Еще хочу поделиться с вами очень хорошим советом. Те, кто давно меня уже смотрит, его наверняка слышали. Я уже им делилась видео, где я рассказывала о том, как сделать кожу лица максимально идеальной. И это энтеросгель. Перед диетами и во время них я советую вам принимать энтеросгель, чтобы избавиться от токсинов. Иначе от нехватки калорий кишечник может снова начать всасывать скопившиеся в нем токсины. А это приводит к аллергии и к прыщам. Принимать его нужно за 3 дня до того, как вы все это начнете. И в течение первых 3 дней нашей, ну, так называемой условной диеты. Вообще, я думаю, вы наблюдали такой эффект, или, может быть, даже лично сталкивались, когда вы видите, что девушка сидит на диете, у нее очень часто начинают появляться прыщи. И вроде бы казалось, почему они вообще появляются. Вроде она сидит на правильном питании, вроде лишнего не ест, а прыщи появляются так, будто она одно сладкое целыми днями просто сидит и хамячит. И это как раз-таки прямое следствие того, что организм начинает поглощать лишние токсины, и все налицо, все налицо. Следующий совет не менее важный. Это отказ от хлеба. Ой, у меня тут есть моя личная история, я вам сейчас ее и расскажу. В какой-то момент я подсела на всякие клапсэндвичи, и, как вы знаете, для приготовления клапсэндвичей обычно используется вот такой вот американский хлеб-хлебушек. И этот американский хлеб-хлебушек, мне кажется, это просто боль. Боль для нашего организма. Короче, в тот момент, когда я подсела на эти бутеры, я подсела на этот хлеб. И на этот хлеб я подсела настолько, что стала покупать его домой и дома хамячить. В итоге за какой-то очень продолжительный промежуток времени вокруг моего живота образовался очень непривлекательный жирок. При этом основная масса моего тела не увеличилась вообще. Ну, может, она увеличилась в районе на 100-200 грамм, но я даже не считаю, потому что их никогда не отследишь. И что делать с этим жирком, я вообще не понимала, потому что худеть нельзя, либо куда тут уже худеть. И что мне с этим делать, не ясно. Вопрос решился только тогда, когда я отказалась от хлеба целиком и полностью перестала его есть. Поэтому отказ от белого хлеба, особенно вот от такого вот хлеба, мне кажется, это очень важный момент. Кстати, напишите, от какого продукта, как вы думаете, вы быстрее всего набираете вес? Мне кажется, конкретно мой продукт, от которого я набираю вес, я не знаю, от какого я набираю вес, но от которого я набираю жир, это вот хлеб вот это вот сто процентов а теперь вернемся к нашим жидкостям зеленый чай зеленый чай будет нам очень хорошим другом и помощником но нужно понимать что чай должен быть не пакетиках и должен быть натуральным без всевозможных сладких добавок этот момент очень важно учитывать если вы уже слышали про эти советы хотя бы краем уха но ничего не делали что ж это ваш шанс это тот самый волшебный пендель если же вы все это впервые услышали то это ваш опять-таки шанс применить все советы которые я вам сегодня предоставила на практике и похудеть к новому году стать классной и быть просто счастливым человеком но вообще знаете вы должны понимать следующий момент если вы используете какую-то быструю диету какой-то быстрый способ до сбросить вес привести себя форму вы должны понимать что это всегда но скажем так не совсем безопасный метод организм всегда когда мы делаем что-то быстро испытывает стресс вы не дабы страдаете гастритом или если у вас есть какие-то проблемы желудком просто забудьте про все эти советы в частности забудьте про воду с лимоном как только вы просыпаетесь это вот вообще просто катастроф как нельзя вам делать в таком случае вам это не подойдет но в таком случае вы можете посмотреть все остальные мои видео благо у меня видео на тему похудений просто очень много на канале почему-то вы их очень любите у меня и вы можете найти там что-то подходящее для себя это же видео нацелено именно на тех кто понимает в общем-то риск и кто просто хотела знать что делать в данной ситуации что ж я надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал тык-тык-тык да включите уведомления о публикациях и что ж всем спасибо за просмотр и всем пока пока до новых встреч наверное а